Потому что, посмотрите, подбор выигрывает настолько, с отрывом в два раза больше, а если говорить о трехочковых попаданиях, то не стесняются бросать. Игроки Эфеса это раз, и при этом атакуют с высоким процентом. 50, 5 из 10. У Галатасарая 0 из 3 на данный момент. Возвращаемся на площадку. Те же плюс 10 в пользу Эфеса. Как-то с появлением Кинси и Лафайета. Это очень индивидуальная игра смотрится у Эфес. А на долу совсем перестал двигаться мяч в нападении. Чего не скажешь о Галатасарая. Вот здесь-то как раз все здорово. И Лукша Андрич, хорватский центровой, который сегодня вышел за скамейки запасных. Уверенным броском со средней дистанции сокращаем отставание. Барач и мяч падает. И опять Арслан ищет Андрича и находит его. Интересная дуэль сегодня. Двух хорватских больших. Барач против Андрича. Барач повыше и помощнее. У Барача рост 2,17. По крайней мере в протоколе так заявлено. Есть такое ощущение, что все-таки чуть-чуть пониже Станка. Но опять же, поверим на слово. 2,17. У Андрича 2,10 пишет. Но при этом Андрич подвижнее и техничнее. Парабыч возвращается на площадку. Два славянца так же друг против друга. Ну видите, какой набор. Буквально по позициям. Маленькие славянцы друг против друга и большие хорваты. Друг против друга так же. Лакович обошел Вуисича. Атаковал. И, как считают арбитры, промахнулся, потому что фалил Вуисич. Но один из тех редких случаев, когда Саша согласен. Вяка на линии штрафных. Аккуратненько. С помощью дужек кольца. Но между дважды в корзине. Ну что ж, Галатасарай держится на опасном расстоянии по-прежнему. Минус 6 у них. Яко. Много бурета вернусь с себя сейчас. В эти минуты. Лакович. Кинси. Ну и, конечно же, что поймал. Да, поймал Андрич. Станкобарача. И Фукса Риджа просит наймал. Поймал.